Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Когда потерявку стали только еще восстанавливать, каждое воскресенье после богослужения мне приходилось вести занятия тематические. Пчелы, пчелы, скотина, скотина, тут родители и дети. Теперь озвучиваем, потому что лучше слушается, чем считать. Взаимоотношения в семье между родителями и детьми и их родственниками. В нашей книге к истинному православию, в главе о семье, есть большой материал на эту тему. Родители первые были в полном неведении, что ожидать от детей, потому что опыт воспитания детей был равен нулю, и ожидали только хорошего, что выражалось в именах детей, какие они давали этим детям. Ева думала, что не меньше, чем Христа она родила или Спасителя, а получился убийца. Вот так. Адам и Ева не имели опыта о почтении своих родителей, и потому не могли таким опытом поделиться и со своими детьми. Почтение родителей только одно. Кто сотворил? Ну, как, я уже нехорошее сравнение сделал, но Шариков подошел к Филиппу Филипповичу, папаша, а что это за фамильярность? Ну, он же его сделал, сотворил-то. И папаша-то у него кто был? Бог его сотворил-то. И как его величать? Адам? А родителей нет. Адам и Еговович? Только так. Или Адам Саваофович? Вот я об этом говорю. Я не учился в семинаре ни одного дня. Я как это представляю, вижу, так и говорю. Дальше. А если переносить их почтение к Отцу Небесному, то опыт только отрицательный. Вот как они отца не почтили, их родители. И их не почтили свои дети. Это единственный человек, Адаму, которого не было тещи. Вот так. А у Евы не было свекра. Штили же только Бога-творца, в котором заключалось все. Третья ездра. И дал Адаму тело смертное, которое было также в создании рук твоих. И вдохнул в него дух жизни, и он сделался живым пред тобою. И ввел его в рай, который насадила десница твоя. Прежде нежели земля произрастила от плоды. Ты повелел ему хранить заповедь твою. Но он нарушил ее, и ты осудил его на смерть. И род его, и происшедшие от него, поколения и племена, народы и отрасли, и которым не числа. Сердцем лукавым первый Адам приступил заповедь. И побежден был. Так и все, так и все от него происшедшие. Ибо зерно злого семени посеяно в сердце Адама изначало. И сколько нечестия народило оно до села. Сколько нечестия народило оно до сели. И будет рождать до тех пор, пока не настанет молодьба. Еще не было заповеди почтения родителей. Не было. Исход. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе. Это первая заповедь на второй скрижале. Почитать. Сильнейшим ударом расторгались сильнейшие связи жены с мужем, чтобы остальных жен держать в повиновении. И сказал Мимухан пред лицом царя и князей. Не пред царем одним виновна царица Астинь, а перед всеми князьями и перед всеми народами, которые по всем областям царя Артаксеркса. Потому что поступок царицы дойдет до всех жен, и они будут пренебрегать мужьями своими и говорить. Царь Артаксеркс велел перевести царицу Астинь перед лицом свое. А она не пошла. Да, Крестю, она не пошла. Теперь думали, что же делать теперь с ней-то. Теперь княгини персидские, медийские, которые услышат о поступке царицы, будут тоже говорить всем князям-царям. То есть это вот жены губернаторов, представители президентов, все будут говорить так, генеральши. И пренебрежение. И огорчение будет довольно. То есть до преизлиха. Если благоугодно царю, пусть выйдет от него царское постановление и впишется в законы персидские, медийские. И не отменяется о том, что Астинь не будет входить пред лицо царя Артаксеркса. А царское достоинство ее царь предаст другой, который лучше ее. Когда услышат о всем постановлении царя, которое разойдется по всему царству его, как оно невелико, тогда все жены будут почитать мыжей своих, от большого до малого. 127 губерний разных был по всему миру. Вот какой вывод надо делать. И угодно было слово сие в глазах царя и князей. И сделал царь по слову мему хана. Ну, допустим, президент решил развести со своей Наташей. Какая-то причина должна быть опубликована. Никакой причины-то нет. Вот, допустим, разводится президент. Я, например, понимаю для себя. Может быть, я не прав здесь. Почему? Салман Ружди опубликовал сатанинские стихи против Мухаммада. Ну, касается мусульманской религии. Они приговорили его к смерти. Ну, его там где-то прячут. По сегодняшний день его нет нигде, хотя иногда он внезапно появляется среди студентов в университете. Видимо, никто не успеет позвонить. Заранее говорят это. И наблюдают за этим. И он перед ними выступает. Но он развелся с женой, чтобы ее не похитили, ее не убили. И она свободно живет там в Англии, где... И все. Редакция японская решила опубликовать. Сожгли редакцию. Хамени, тогда еще был, он пустил черную стрелу. Кто убьет 5 миллионов, кажется, долларов. По всему миру хотят люди разбогатеть. Его нигде нету. И поэтому он развелся. Вот так и президент. Мне придется то и то делать. Весь мусульманский мир на меня поднимется. Я буду бомбить их. И чтобы ее не убили, я думаю так. Он заранее развелся, а она теперь ни при чем. А дочь ее сворует. Ну, как Бог даст уже. Сворует, не сворует. Он свободен. Вот там рисует от него какая-то артистка будет, или спортсменка там, или еще кто-то. Никого пока нету. И правильно ли он сделал? Но согласно вот этого, то тут можно найти оправдание даже. Хотя, Бог его знает. Дальше. Если жена своего царя-батюшку ни во что ставит, когда у нее подружки собрались отпраздновать, то про генеральшу и говорить нечего. Она этот опыт переймет татьчас. И когда пришел дельный совет, один раз отсечь так, чтобы другим не было повадно, что царица не пришла к царю, когда он решил ее красоту показать всем подопечным. Непослушная жена это и не жена, а претендент на престол. Иси, эфесянам. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя жена, да боится своего мужа. Этими словами, читаемыми при благосочетании, священник должен навести настоящий страх на эмансипированных еф. Эти взаимоотношения были установлены в раю Богом, где у первой четы портным был он сам, дал им шкуры. Это как бы на полном госпеспечении быть. Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. Может потому и не подчиняется жены, что они в беременности не бывают, убивают детей, ну и проще. Как-то это связано с абортами. А муж-то не прекращает это. Учиться у мусульман. У нее задача подарить пять сыновей Аллаху. Попутно скажу, что Менделеев Дмитрий Иванович был, кажется, восемнадцатым ребенком в семье. Притча. Глупый сын, досада отцу своему и огорчение для матери своей. Бог дал дитя. Дал Бог дитя, дай Бог ума. Притча. Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает мать свою. Сирахов. Ни сыну, ни жене, ни брату, ни другу не давай власти над тобою при жизни твоей, и не отдавай другому имение твоего, чтобы, раскаившись, не умолять о нем. Наколь это жив и дыхание в тебе, не заменяй себя никем, ибо лучше, чтобы дети просили тебя, нежели тебе смотреть в руки сыновей твоих. Во всех делах твоих будь бы главным, и не клади пятна на честь твою, при скончании дней и жизни твоей, и при смерти передай наследство. Ну, сегодня мужья-то подкаблучники, бритые, и поэтому спрашивать нечего. Ты сказал этот закон, не надо ни кричать, ни бить, ничего, молитва. Молитва, и что сам должен быть безупречным, чтобы она понимала, что она скрылась за могучей стеной. Притча. Венец стариков, сыновья, сыновей, и слава детей, родители их. У верного целый мир богатства, а у неверного ни оба. То есть ни одного рубля нету, это греческая единица. Иногда дети дерзко говорят родителям, зачем ты меня родила, а теперь в родную мать набивается ко мне. Это он ей говорит. Ага, Исайя. Горе тому, кто говорит отцу, зачем ты произвел меня на свет, а матери, зачем ты родила меня. Это горе за такие слова, горе. Ереме. Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всей землей. Никому не давал я в рост, и мне никто не давал в рост, а все проклинают меня. Ну обычно кого проклинают, кто берет ростовщики, ипотеки, в два-три раза уже заплатил и не может рассчитаться. Влез в долги-то под дуроломство-то. Необходимо было. Кого проклинают? Ну какая нация дает это? Целую нацию проклинают, что ограбление одно только знает. И никто из них не работает нигде. А придумали банки где-то. Если простой человек спекулят, это бабка ростовщица, ее и голову надо проломить. Ну найдется человек, который, как мы знаем, преступление, наказание-то, опустит ей топор. Раскольник. Расколет раскольников-то ей. Человек рождается с плащем, приходя в еду и печали, и как многие рождаются на проклятие. А, понятно. Иеремия. Проклят человек, который принес весть отцу моему и сказал, у тебя родился сын. И тем очень обрадовал его за то, что он не убил меня в самой утробе так, чтобы мать моя была мне гробом, и чрево ее оставалось вечно беременным. Для чего вышел я из утробы, чтобы видеть труды и скорби, и чтобы дни мои исчезали в бесславии? Для этого, что ли? И вот он об этом говорит конкретно. А сегодня гробы ходят. Женщина, которая убивает в себе, это гроб. Она уже там заложила мертвеца, разрывает на части. Убийцы. И вокруг одни убийцы. Третья ездры. Ибо все рожденные из нее от начала и другие, которые имеют произойти, едва не все погибают, и толикое множество их предается истреблению. Вот так. Ни храмы, ничто не спасает, ни причастия сейчас-то, нет. Почему? Сердце не удано Бога, нет Духа Святого. Серахов. Чтобы тебе не забыться перед ними и по привычке не сделать глупости и не пожелать, что лучше бы ты не родился и не проклясть дня рождения своего. Чтобы не болтать, что попало. Когда вы рождаетесь, то рождаетесь на проклятие. И когда умираете, то получаете вы дел свое проклятие. Вот так. И особенно в последнее время. В ветви недозрелые. Третья ездры. Будет смятение во многих местах. Часто будет посылаем с неба огонь. Дикие звери переменят места свои. И нечистые женщины будут рождать чудовищ. Нечистые рождать чудовищ. Это страшные слова. Отношение родителей к детям. Неуверовавшие родители будут предавать детей на смерть. От Марка. Предаст же брат брата на смерть. И отец детей. И восстанут дети на родителей и умертвят их. И матери будут убивать детей беспомощных, премудро Соломона. И родителями, убивавшими беспомощные души. Ты восхотел погубить их руками отцов наших. Вот почему Бог повелел семь народностей уничтожить. И так и сегодня кто делает аборты и прочее. Ничем нельзя защитить. Никакой атомный щит не защитит. Бог решил это и все будет уничтожено. Этот народ будет истреблен. Такой закон. Родители ответственны за детей и погибают из-за них, если не учат боговедению. Дурной опыт как бы генетически передается детям. Мать выскочила замуж без благословения родителей. Точно так же повторится и в этой семье. И мать будет отомщена за скорбь. Слава Иисусу Христу! Какую она доставляла своим родителям. Отец, будучи молодым, обольстил и бросил девушку. Теперь его собственная дочь точно так же обманута и брошена. Она откуда все идет? Езекииль. Вот, всякий, кто говорит притчами, может сказать о тебе. Какова мать, такова и дочь. Родителям запрещено бросать, оставлять детей, даже под самой благовидной причиной. Ну, это у Пушкина есть такое. Как сейчас она была украдена и там осталась. Он там, как называют, кто они там, название такое, где принимают, когда перепрягают коней и дальше едут. Не имщик, а что-то там, такое слово. И вот потом она, мальчишка говорит, она приехала, упала на могилу отца. И как она плакала, просила, его уже нету и все такое. Вот. Я видел это. Я видел. Почему видел? Мы приехали на Карповку, и моя мама со мной. В первый раз я приехал с магнитофоном. Уже был на батарейках. И мы пошли на кладбище, и мама моя нашла могилу своего отца, Мария Егоровна, а он Егор Илларионович. И она упала на могилу и плакала. Она звала родителей не папа, тогда этого не было. Папа, папа, нет, вообще не было. Тятя или тятенка. Она говорит, тятенка, прости меня, она ушла за моего отца бегом, называется, без благословения родителей. Как называют, самокруткой. Почему? Ну, понравился ей, пошла за него. Ну, а потом примирились, потом благословили. Но самый первый шаг был, они отца не хотели. Он был такой, верующим-то шибко не был. Любил там, ну, в мире был, мирской человек, сказать-то. Вот. И она, мать моя, вот так же на могиле отца плакала. Я стоял рядом. Вот, когда я считаю, что это какой-то рассказ Пушкиной в моей жизни, вот такой редкий случай. Кто может сказать, что ее мать плакала на могиле отца и просила именно за это самое, что она ушла, и принесла ему скорбь, печаль какую-то. Вот так, дальше. От Иоанна. Ученики его спросили у него, рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым. Общее мнение в народе, что дети страдают за неразумных родителей. Грехи родителей умножаются в них. Третья езра. Ибо грехи родителей их возросли в них. В них. У тебя неопределенно. В них как-то сглаживаешь вот эти слова. Грехи родителей их возросли в них. В них. Забыв меня, они приносили жертву богам чужим. Понимаете, вот я сказал, о чем переумножается в дети. А теперь найти редкая книга, не каноническая, где все подтверждается красным, жирным, курсивом. Это места Святой Библии. Ну, кто сегодня священников так делает? Вот смотри, сколько мест Писания-то. У них нет привязки к Священному Писанию. А это, может быть, нет рождения свыше. Нет любви к Богу, нет к Его Святому Слову. Любите меня, соблюдите мои заповеди. Это любовь к Богу. Мне вот это Бог дал. Я по-другому не могу. Слово сказал, я так же показываю. Не я сказал. А он сказал там, кто Смирнов или кто, ему разницы нету. Ну, это вы ко мне пришли, я сказал. Ролик четыре минуты, он уже сказал все. У него нет еще чего сказать. А если места Писания, то подтверждайте. О, это сколько. Дальше. Премудрость. Ибо дети, рождаемые от беззаконных сожитий, суть свидетелей разврата против родителей при допросе их. Вот не венчаные родители, вот как есть. Вот такое, вот оно и есть. Отношение детей к родителям. Матфея. Предаст же брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвятых. Это признак последнего времени. Перестанут слушаться родителей. Бегство из дома. Римлянам. Злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушно родителям. Вот оно откуда. Я сказал непослушно родителям. Перестанут слушаться. Вот непослушно родителям. Все. Чтобы дети были достойными кормильцами и уважительными. На это не жалеть времени. Первый Тимофеев. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать в должное родителям, ибо сие угодно Богу. Это есть нарушение первой заповеди, повиновение родителям. И обещается за почтение к родившим тебя долгая жизнь на земле. Колоссянам. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Сирахам. Боящийся Господа почтит отца, и как владыкам послужит родившим его. Делом и словом почитай отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя благословение от них, ибо благословение отца утверждает домы детей, а клятва матери разрушай до основания. Не ищи славы в бесчестии отца твоего, ибо не слава тебе в бесчестии отца. Слава человека от чести отца его, и позор детям мать в бесславии. Сын, прими отца твоего в старости его, и не огорщай его в жизни его. Хотя бы он и оскудил разумом. Ими снисхождение, и не пренебрегай им при полноте силы твоей, ибо милосердие к отцу не будет забыто, несмотря на грехи твои. Я как-то беседовал, был саблин Яков Федорович, баптистский пресвитер, очень талантливый, но погряз в грехе седьмой заповеди, все это вскрылось, а потом написал изнанки баптизма, брошюрку, сотрудником КГБ был, и я у него был. Я не мог с ним разговаривать. Ему 93 года, мы с Молчановым пришли к нему, Николаем Нестеровичем, они бывшие знакомы друг друга. Он даже жене своей, когда женился, изменил буквально в первую брачную ночь. Это ужас какой-то. И вот он был талантливый проповедник был. Когда приезжал Барнаул, он где-то в другом месте служил, и говорили, праздник у нас. Я его спросил только, какой ваш любимый, ну, баптистов называется, псалмы называют, песнопением, сборник возрождения, там, и он к тебе, ну, когда ухожу от тебя, потом прихожу, вот это вот. Вот он когда запел, мне это напомнило песнь падшего ангела-демона у Тамары, в поэме «Демон» Михаила Юрьевича Лермонтова. И ныне возле кельи той, насквозь прожженный виден камень, слезою жаркою, как пламень, нечеловеческой слезой. И у него кухня, комната, я в другую комнату вышел, быстро вышел и упал на колени, и пока там разговаривали с ним, я все время плакал и плакал, и не мог остановиться. Мне казалось, это падший херувим. Это так тронуло его, когда Николай Несич говорит, вот я привел человека с вами познакомиться, первый раз, это православный, посмотри, что с ним делается. То есть я не просто это слышу, я как бы оказался на его месте, вот не могу даже объяснить, как. Я стоял на коленях у него у кровати, плакал и плакал. А он потом мне говорит, вот 93-й год мне, а я родителей не чтил, а написано долголетие на земле, почему мне долголетие дается. И кончил он, говорят, полным сумасшествием. Разделся до гола, 93 года, выскочил на улицу и попал под машину. Это я уже со слов других говорю. Вот так. В Барнауле это было. При императоре Феодосии зашел спор о том, кто опаснее, скупой или завистливый. Ну, кто может сказать? Вот вопрос. А это я говорю занятия. Мне это не преподавали, как начало вступления там. Осипов там мою душу не корежил. Нашли таких асов в своем деле. Император сказал, просите, чего хотите, даже дворец могу дать. Что получит первый, второй получит в два раза больше. И они оба молчат. Так что же вы молчите? Просите. Нет, пусть он первый просит, а я второй. Мне будет в два раза больше. Император пообещал завистливому отрубить голову, если он будет и дальше молчать. Тогда он воскликнул. Вырвите мне глаз, я хоть одним буду подглядывать, а он будет совсем слепой. Потому что он второй, тогда ему два глаза уже вырвать надо буду. Он-то завистливый. Я первый, мне только глаз один вырвать, а тому-то оба. А одним буду подглядывать. Вот он, завистливый. Завистливый опаснее всех. Ну, интересно. Вот они такую разницу. А дети будут говорить, там, профессора. Да они этого не знают ничего. А я житья насчитывал, каталоги составлял, симфонию. В большой семье было семь сыновей. И старший бил мать. А остальные смотрели и не заступались. Мать прокляла старшего за его издевательство, а младших за то, что не оказали помощи ей. И всех их разбил паралиш. Но так, что могли ходить и разбрелись по всему свету. И свидетельствовали о своей жестокости. И за что их поглотила такая немощь. Поглотила? Постигла. Постигла. Так, тебе надо в первый класс, юноша, идти. Считаешь на двойку. А интонация нулевая. Давай. Грангский совет. Если некоторые дети под предлогом благочестия оставят своих родителей наипаче верных. И не воздадут подобающей чести родителям. Не воздают. Не воздают. Да будут под клятвую. Впрочем... То есть что значит под клятвую? То есть они прокляты будут. Вот как то, а мать... Впрочем, правоверие да будет ими соблюдаемо предпочтительно. Ну, пообъясни это предложение. О чем? Это Грангский собор. Из книги правил. Вот я говорю это, ну, как занятие веду. Даже проповедь это нельзя назвать-то. Не в храме. И смотри сколько данных-то. Библия сплошняком идет. Исторические моменты. И соборы идут. О чем? Впрочем, правоверие да будет ими соблюдаемо предпочтительно. Ну, как Христос еще. Кто не возненавидит отца и мать свою ради меня, тот не достоин меня. На первое место сохранить веру. Если они скажут, я или вера твоя Христом, ты останется с этим. Предпочти. Правильно. Книга Тавита. Потом сказал дочери своей, почитай твоего свекра и свекровь. Теперь они родители твои. О, как мамой называй тятя. Папу не называйте никогда. Папа один только римский. Желаю слышать добрый слух о тебе. И поцеловал ее. И една сказала Тавии. Возлюбленный брат, да восставит тебя Господь небесный и дарует мне видеть детей от Сары, дочери моей, дабы я возрадовалась пред Господом. И вот отдаю тебе дочь мою на сохранение, не огорчай ее. На сохранение. Вот как будто пенал какой-то есть. Вот она туда заложила ручку какую-то или драгоценный перстень. Кто кому должен подчиняться? В Библии это может быть шестая глава, а не седьмая. Там почему-то разница. Наказывать, бить детей не только дозволяется, но и повелевается. Но кто ударит родителей, проклят. Родители приготовляют наследство детям. Второе коринфянам. Не дети должны собирать имения для родителей, но родители для детей. Притчи. Дом и имение наследства от родителей, а разумная жена от Господа. Они не могут подобрать ее. Почтение исключительная любовь, послушание им. А у неверующих все наоборот. Иезекииль. Иной делает мерзость с женой ближнего своего. Иной искверняет сноху. Сноха чисто называется. У староверов везде. Свою. Иной насилует сестру свою, дочь отца своего. Задача родителей не допустить осквернение дочери или сына. Сырахов. Сидитесь перед отцом и матерью блуда, перед начальником и властелином лжи. Помни это и так воспитай детей своих. Сырахов. Помни об отце и о матери своей, когда сидишь среди вельмож, чтобы тебе не забыться пред ними и по привычке не сделать глупости. И не пожелать, что лучше бы ты не родился и не проклясть дня рождения твоего. Прича. Кто же прелюбодействует с женщиной, у того нет ума. То есть памяти нет прелюбодея. Когда говорят, у меня памяти нет. Я говорю, а как ты жил? Да как, болтался где-то, как кобель бесхвостный. Вот и все, памяти нет. Тот губит душу свою. Кто делает это? Блудник скудоумен. Запомните. Блудник скудоумен. У него никакая грамота, ни университеты не помогут ему. И во благословении отца утверждает, да мы детей, а клятва матери разрушает до основания. Вот я сел в автобус на задней скамейке, в новом районе был. И вот заходит человек один, как будто форма у него военная такая. И я глянул на лицо его и опустил глаза. Я его никогда не видел. Я не знал, что мне придется с ним где-то встретиться. Я понял, это великий, очень великий блудник. И оказалось именно так. Он счета не знает с женщинам даже. Я первый раз его увидел. По поднятию ресниц, женщина определяется наклонность к блуду. Дальше. Как хорошо, когда с родителями живут. Но не так ныне. Скорее прочь. Как будто на квартиру. А Наиминь бы водилась с ребенком. И тебе насколько было легче. Да. И взяла Наиминь дитя сие. И носила его в объятиях своих. И была ему нянькой. Все на этом. Вот оборвано. Это означает пленку Игорь переворачивал. Игорь барабаш записывал. И что-то сохранилось. Больше ничего нет. Тема о родителях. Родители и дети. Родители и дети. Она закрыта. Вот мы насчитали. И потом поставим ее. Все. Спасибо. Так. Все.